Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев На аэрокомпозите Медведеву показали, как изготавливаются композитные крылья для нового российского лайнера МС-21. Здесь же производится окончательная сборка центроплана и консолей крыла. Сейчас у нас, что называется, уже другой уровень понимания и проблем, и общий уровень развития другой. Достигнуты результаты, причем результаты ощутимые. Я имею в виду и создание самолета «Сухой Суперджет». Ну и совсем недавно состоялся испытательный полет МС-21. Для изготовления его крыла, кстати, впервые в мировой практике использовались длинномерные монолитные конструкции из композиционных материалов. Их производство организовано здесь, на предприятии «Аэрокомпозит», которое оснащено также самым современным оборудованием. Мы его только что осмотрели, убедились в этом. Это действительно самые современные технологии. Впереди работа значительная, отметил премьер-министр. России еще только предстоит полностью вернуть себе авиационный рынок. Сегодня парк магистральных самолетов почти на 80% состоит из зарубежных лайнеров. Всего на поддержку самолетостроения в этом году предусмотрено более 40 миллиардов рублей. Далее губернатор Сергей Морозов представил премьер-министру проект технологической долины и проект развития альтернативной энергетики. Регион выступил с предложением увеличить господдержку программы развития ветроиндустрии. Председатель правительства поддержал инициативы об увеличении мощностей первого в стране ветропарка и создании новой особой экономической зоны промышленно-производственного типа. По мнению федеральных экспертов, создание последней в регионе оправдано хорошим расположением. Я так непосредственно начал работать где-то два года назад. И на наш взгляд, ваша экономическая зона была одна из самых перспективных и многообещающих. И вот на сегодняшний день мне, конечно, очень приятно и осознавать, и говорить о том, что, в общем, все те надежды, которые были, они состоялись. Что действительно, у нас же не все зоны хорошие, у нас есть зоны совершенно разные. Вот ваша зона, безусловно, можно отнести к, безусловно, успешным проектам. На личной встрече Дмитрия Медведева и Сергея Морозова глава области доложил о выполнении майских указов президента. Особое внимание уделили вопросу строительства школ. Мы приняли решение о ликвидации второй очереди. И для того, чтобы решить эту обочину важную задачу, о которой мы неоднократно говорили, нам нужно построить 15 школ. На сегодняшний день одна школа уже построена, и четыре школы, она перестроится. Причем не только в городе, а в городе, а в городе, а в городе. Таким образом, мы решаем ту задачу, о которой вы говорите, о хорошей начальнике. То есть, для воды отраспорта, в каждой регионе, была возможность самой современной технологии в Украине и в Украине. Валентина Каманина, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды.